Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. Друзья, в этом видео нас ждет очередной обзор очередной колоды. Как вы, наверное, заметили, интерьерчик у нас немного сменился. Дело в том, что я поменял место жительства и теперь буду вещать из другого места, а не из привычного нам. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что спонсором этого выпуска является магазин 54 карт, которые, собственно, и предоставили колоду карт для обзора. А колода карт называется Vanishing Decks, The Paper Deck. Вот такая вот колода той же самой фирмы, которая изготавливает карты ног, привычные нам всем ноги. Ну что же, давайте поглядим, что это за колода такая. Ну что же, друзья, давайте разберемся. Для этого, как обычно, возьмем наш привычный красный карандашик и посмотрим на эту прикольную колоду. Итак, колода у нас выполнена в тайком светло-красном. Я бы не сказал, что это розовый, такой светло-красный оттенок. Здесь такая вот надпись выдавлена. Vanishing Decks. То есть, как бы исчезающая колода. И надпись The Dapper Deck. Dapper это вообще в переводе с английского означает такой приукрашенный, такой щеголоватый, такой вот, ну такой немножечко такой разукрашенный, нарядный, что-то вот такой вот смысл, как я понял. Почему? Ну потому что колода, она выполнена как раз в таком вот стиле. То есть, обратите внимание, вот, например, если сзади мы посмотрим, да, у нас вот такого вот цвета, вот такого вот вида рубашка. Такие, обратите, узоры какие, да, напоминают такие славянские узоры в духе всяких жар-птиц и так далее. То есть, с торца вот все то же самое. И здесь надпись такая. Vanishing Incorporation Magic. New York, London, Sacramento. И написано. Produced by Expert Playing Card Company in Taiwan. Ну, я думаю, те, у кого есть карты Ноки, могут посмотреть на свою надпись, и там будет все то же самое. Что здесь интересно сделано? Здесь вот такая вот прорезь, через которую я вижу рубашку карт. Такая в виде пиковой масти сделана. Очень прикольно. Итак, колода Момной была уже вскрыта, чтобы посмотреть. Теперь давайте глянем на сами карты. Коробочка внутри такая вот черненькая. Так что, весьма и весьма необычно. Итак, давайте, как обычно, начнем с Джокеров. Джокеры у нас выполнены вот таким вот образом. Сколько я не присматривался, как бы отличий найти я не смог. Ну, как я понял, Джокеры, они полностью идентичные. Вот такие вот у нас Джокеры. Далее. Пиковый туз. Обратите внимание, какая красота. Красота выражается в этой немного необычности пиковой масти. То есть, здесь как бы вставлен сам вот этот вот рисуночек, который мы видим на рубашке. Рубашечка у нас вот такая. С белым таким кантиком. Такая вот красивая, нарядная, вся такая разукрашенная. Ну, теперь давайте быстренько пробежимся, посмотрим всю саму колоду. То есть, двойки. Да, обратите внимание, здесь вот на обычных картах, я имею в виду там двойки, тройки, пятерки, вот некоторые масти прорисованы также с вставочкой вот именно с рубашки. То есть, если я буду пролистывать, видите, они нам будут попадаться такие. Обратите внимание, расцветки старших карт, здесь добавлены зеленые оттенки. Это, кстати, очень прикольно дополняет всю как бы композицию. Вместо привычных нам вот этих вот наборов цветов, которые мы видим на Bicycle Standard, здесь вот такой уже более богатый, более насыщенный, более богатые цвета. Я имею в виду большое их разнообразие. И что это дополняет красоты и шармы вот этим вот картам. То есть, более так как-то помпезно уже это выглядит. Обратите внимание, какая красивая дамочка, король. Вот такой вот у нас червовый туз. Ну, пошли двойки, тройки. По цветам здесь, кстати, все то же самое. Цвета одинаковые, не затемненные, не засветленные. Хотя, может быть, они и засветлены, вот красные цвета, но только слегка. В основном все то же самое. То есть, обратите внимание, какой валет. То есть, наличие зеленого цвета сразу бросается в глаза. Обычно мы его не встречаем на наших картах. Я имею в виду на картах именно стандартных раскрасок. Вот такой вот крестовый туз. Крестовые масти. То же самое валетик, дамочка, король. Вот такие вот у нас бубновые масти пошли. Бубновый туз. Вот такой вот у нас валет, дама и король. Друзья, что хочу сказать по качеству исполнения этих карт. Качество карт это те же самые ноки. Я бы не сказал, что они прям сильно жесткие. Все-таки ноки, вот у меня фиолетовые есть, они пожестче. Но у меня есть также и черные ноки третьи. Да, вот они помягче. Вот эти карты такие же, как и третьи ноки. Они в принципе в меру жесткие, но в то же время не такие уж... Не такие сильно жесткие, как вот, например, фиолетовые ноки у меня. То есть по жесткости я бы их сравнивать именно с черными ноками, с третьими. То есть материал все то же самое, как и на ноках. То есть вот такой вот он переливающийся. Но я думаю знают, потому что материал, например, байсиклов, стандартов. Ну вообще байсиклов, да, отличается от ноков. У кого были все и те карты, те поймут, о чем я говорю. То есть, ну как бы все с ними делается хорошо, верятся прям нормально, скользкие. Также ленты раскладываются, все красиво. Друзья, хочу сказать, что данные карты, они крапленые. Причем система крапления здесь настолько простая, что вообще поймет любой. Да, это достаточно посмотреть просто в уголочек нашей карты. Видите? И здесь я вижу надпись QC, то есть Queen Clubs, то есть Дама Крести. Вот она у меня. Далее у меня там написано JH, то есть Jack Hearts, Валет Черви. И так можно любую карту просмотреть. Дальше видим King Hearts, Король Черви. Появляется Король Черви. Все карты абсолютно так вот и прокреплены. То есть, крап у меня есть здесь сбоку и вот здесь сбоку. То есть, дальше смотрим 2 Hz, двойка Черви. И вот так вот можно всю колоду и узнать. Колода, кстати, офигительная. Огромное спасибо магазину 54KARTS, что дали ее. Предоставили ее для обзора на канале Фокусы от Моряка. Ну а, друзья, кому понравилась эта колода, советую поторопиться, потому что они, по-моему, в ограниченном количестве сейчас находятся. Так что успейте брать, кому нужно. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok